Телеканал КРТ представляет Как бы то ни было, Трамп выполнил очередное предвыборное обещание – начал возврат американских военнослужащих из Афганистана. При этом США выводят свой контингент из Афганистана за 14 месяцев. Талибы начинают переговоры с Кабулом и гарантируют, что члены движения не будут использовать территорию Афганистана, чтобы подорвать безопасность США и их союзников. Строго говоря, это напоминает условия соглашений Советского Союза с афганскими повстанцами, а значит капитуляцию, условия которой вооруженные группировки внутри Афганистана соблюдать не будут. Для подписания соглашения в столицу Катара Доху прибыла делегация из 31 члена радикального движения, а также госсекретарь США Марк Помпео, американский министр обороны Марк Эспер и генсек НАТО Йенс Столтенберг. 3 марта, отвечая на вопрос журналистов, первым ли был его состоявшийся несколькими часами ранее телефонный разговор с заместителем лидера движения «Талибан» Мулой Абдулой Ганиб Бородаром, цитата, «Не хочу этого говорить, но у нас сегодня состоялась очень хорошая беседа с лидером «Талибан». Они стремятся к завершению этой войны, и мы стремимся к завершению этого. Мне кажется, у нас у всех общие интересы». И добавил, «Мои отношения с Мулой очень хорошие. У нас сегодня состоялся хороший продолжительный разговор. Они хотят прекратить насилие. Они тоже хотят прекратить насилие». Конец цитаты. Как говорится, «ноу комменс», хотя Станиславский, скорее всего, воскликнул бы свое традиционное. Последний штрих. Упоминание в российских СМИ соглашения между США и «Талибаном» сопровождается обязательным по закону примечанием, что эта организация запрещена в России. Эта ремарка не может не вызвать улыбку в связи с тем фактом, что делегации «Талибана» за последние два года три раза поисещали в Москву, в том числе встречались с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Впрочем, мир с «Талибами» не единственный внешнеполитический успех Трампа за последнее время. Недавно он посетил Индию, стремясь установить с Нью-Дели отношения стратегического партнерства. Против кого планируют дружить США и Индия, мы узнаем у эксперта-межнародника, директора Института «Новая Украина» Светослава Денисенко. Добрый день, Светослав. Добрый день, Дмитрий. Большое спасибо, во-первых, за тему. Очень редко украинские обозреватели, международники обращают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион, и это достаточно зря. Потому что пока в Европе разворачиваются войны за прошлое, на Ближнем Востоке воюют за настоящее. Собственно, в Индо-Тихоокеанском, или как раньше принято было его называть, Азиатско-Тихоокеанском регионе разворачивается конкуренция за будущее. Предполагается, что теперь в фокусе внимания Соединенных Штатов окажется не только Тихий океан, но, собственно, Индийский океан. То есть образуется некая логическая связка между контролем над этими океанами. Вот в этой логике тоже стоит рассматривать визит Трампа в Индию. Вообще, визит Трампа в Индию стоит, как бы, тут два пласта есть. Первый пласт, он достаточно понятный, возможно, даже, можно сказать, тактический или среднесрочный. Тут две цели. Они довольно четко просматриваются. Значит, первая цель, очевидно, она тактическая, связана с выборами. Индийская диаспора США в последние годы очень активно растет. Соединенные Штаты оценивают, значит, так сказать, количество граждан индийского происхождения 2,5 миллиона человек, 2,6. Сами индийцы оценивают это на уровне 4 миллионов человек. Вторая, такая уже более среднесрочная цель, очевидно, это укрепление позиций Соединенных Штатов Америки и торгово-экономических связей США с Индией. И новое, скажем так, репозиционирование США в торговых отношениях с Индией. Что имеется в виду? По прогнозам большинства инвестиционных банков, очевидно, наступает век Азии. Уже к 2030 году ведущими экономиками мира станут экономика Китая и экономика Индии. Экономика Индии очень динамично растет. Начиная с начала 2000-х индийский ВВП увеличился более чем в три раза. Средняя динамика роста ВВП порядка 7%. Поэтому вхождение американского капитала, участие, так сказать, в развитии Индии, это очень перспективная, интересная тема, что, собственно, и добивается Трамп. А пытаясь, так сказать, выйти на большое торговое соглашение, или, как он называет, на большую торговую сделку с Индией. А вот второй пласт, это уже, собственно, мы можем говорить о неких геостратегических вопросах. Очевидно, что раз Юго-Восточная Азия становится центром мирового экономического роста, по всем разнообразным прогнозам, две наиболее быстро растущие экономики Китая и Индии будут претендовать на ресурсы. Им нужны ресурсы для роста. Скажу, что Индия отличается, ну, скажем так, особым видом геополитического видения. Это единственная из крупных держав, которая исходит из принципа концентрических кругов геополитических трех, а не других концепций борьбы там моря, суши, побережья, вот эти. И с точки зрения Индии в ближнем круге концентрическом она отстаивает свои национальные интересы. В более широком экономические интересы и в самом большом круге она требует признания себя великой державой. И, собственно говоря, не противоречит действия Индии этой концепции. Если Франция и США и другие, может быть, Британия, начинают признавать ее партнером и оказывать помощь, эта помощь помогает Индии отстаивать национальные интересы в ближнем круге. А мы понимаем, ближний круг – это Китай. Борьба за ближайшие ресурсы, борьба даже за ближайшие территории, которые есть спорные, до сих пор есть территории спорные между Индией и Китаем, или Индией, Китаем и третьими государствами. И в этом плане действительно прорыва, может быть, и не произошло с этой поездкой Трампа. Но, тем не менее, Индия лишний раз заявила о себе как о новой великой державе, которая претендует на особый статус в отношениях с другими великими державами. Индия, очевидно, готовится стать второй экономикой мира, как ей пророчат, вот уже буквально в 2030 году. И пытается, конечно, нарастить политические мускулы, одновременно участвуя и в ШОС, являясь участником этой организации, и параллельно простраивая отношения с Соединенными Штатами Америки, с Британией, безусловно. Это балансирует ее внешнюю политику, укрепляет ее позиции. Ну и да, Индия надеется в перспективе стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Мы знаем, что, в общем-то, она взаимодействует в этом смысле и с Японией, и с Германией, и с Бразилией по поводу пересмотра и реформирования этой ситуации. Да, это, безусловно, укрепление отношений со Штатами, с Соединенными Штатами. Это заявка на, скажем так, на статус, на новый статус индийской державы. Благодарю вас, Святослав. Это был эксперт-межународник, директор Института Новая Украина, Святослав Денисенко. Благодарю вас. Спасибо большое.